Валерий Седов Здесь у нас начинается первый этап конкурса фигурное вождение велосипеда. Что у нас здесь и давайте дальше расскажем. На фигурном вождении велосипеда юидовцу предстоит проявить свои практические навыки управления велосипедом. Вот это начальная станция, это Змейка. Здесь ребенок должен проехать, не то чтобы лавировать между сторонами. И быстро и одновременно аккуратно, потому что за сбитие стойки начисляются штрафные баллы. Здесь проезд через узкие ворота. Он проверяет координацию ребенка. Его равновесие проверяет уже станция Желоб. То есть здесь он должен заехать и проехать между... Да, через узкий коридорчик небольшой такой. После нее проезд через букву П. Также здесь координация, маневрирование проверяется. Вот сложная станция, это проезд по развороту в ограниченное пространство. Здесь, казалось бы, достаточно просто, но на самом деле развернуться в таком не каждому удается. Следующий пункт, перенос предмета, также проверит ребенка, который, чтобы он мог быть многозадачен не только вести велосипед, но и выполнять дополнительные действия. Ну и окончательный этап, это проезд с лавом. Здесь также Змейка, но она более скоростная. Вот ребенку нужно тоже проявить свое мастерство аккуратности. Ну вот мы сейчас увидим, собственно, как этот конкурс проходится. Ну то есть вот движется он аккуратно, он не сбил пока ни один конус. За сбитие конусов тоже идут штрафные баллы, как я понимаю. Да, штрафные баллы от 1 до 5 и завершает этот этап маневр прицельное торможение. И, как я понимаю, важна не только умение проехать все и не сбить ничего, но и время, за которое участник преодолел все это. Да, конечно. Время мы тоже учитываем для каждого участника. И в случае, если баллы будут равны, то, естественно, меньшее время будет преимуществом. Вот у нас участница сбила столбушок при начале движения и после на следующем этапе тоже сбила часть заграждения. Какие штрафные санкции ей за это грозят? Каждый участник начинает с бонусными очками в 25 очков. При прохождении данного упражнения, фигурное вождение, да, у нас за касание ногой, за выезд за пределы какого-либо элемента, избивание тоже определенного элемента, начисляется один штрафной балл. Вот. Если испытуемый не проезжает вообще, то есть мимо проехал, либо не выполнил данное упражнение какое-то, вот, то начисляется пять штрафных очков. Уже несколько пар ребят у нас откаталось. Есть ли какие-то промежуточные результаты? Кто справляется лучше, кто справляется хуже? Какое идеальное время прохождения? То есть, получается, у нас те ребята из тех, кто проехал, вообще выполнил все упражнения, в лидерах выбивает с командой это Кораблино и Скопин, потому что они уже неоднократно выезжали на всероссийские, скажем так, соревнования и занимали там призовые места. Какое идеальное время сейчас, может быть, есть, возможно, сказать, самое лучшее время прохождения всех этапов, невзирая на штрафы? Получается, меньше минуты. Ребята справляются меньше, чем за минуту со всеми этими упражнениями. Вот сейчас на старте у нас команда из Скопина. Людмила, здравствуйте. Вот расскажите, сколько сегодня участников вы представили, что это за ребята? Моя команда четыре человека. Это победители городского, муниципального этапа «Безопасное колесо». Вот, поэтому решили покорить. Как их отбирали, как их готовили? Они готовились, они занимаются в кружке юный инспектор дорожного движения, они занимаются два года для того, чтобы выйти на муниципальный этап, потому что сложно, потому что нужно знать даже больше, чем знают взрослые. Ребята сдают билеты, экзамены за компьютерами, у них знания, хотя им до 12 лет, они должны знать, как поступит велосипедист 14+. Должны уметь проложить безопасный маршрут, должны уметь оказать правильную медицинскую помощь. Это должна быть не только глава, а глава палаты, поэтому просто так за неделю к этому конкурсу не подготовишься. А вы участвовали во всероссийском этапе конкурса, правильно? Мы участвовали во всероссийском этапе конкурса, мы были в смене, в ДЦ «Смена», присутствовало 89 команд. Вот, было сложно, было интересно, было здорово, красиво, феерично, потому что у ребят даже на открытии был фаер-шоу, просто супер. Ну, это всероссийский уровень. А как тогда выступили? Вы знаете, если смотреть по итогам всего конкурса, то мы заняли 37 место из 89. Но вот если смотреть по этапам, то мы 12-й в медицине, мы 17-й в правилах дорожного движения, мы 30 секунд уступили Тамбову, приложение безопасного маршрута для велосипедиста 14+. У нас равное количество штрафных баллов, но они четвертые. Нас немножко подкачала фигурка, потому что катаются на скоростных велосипедах. Дети катаются и умеют балансировать на скоростных велосипедах. Вот сейчас, как ребят готовили к этому конкурсу, как наставляли, может быть, какой-то совет дали, чтобы они прям зарядились энергией? Ну, во-первых, у ребят стимул, пример – это те дети, которые занимались раньше. Это те дети, которым вот эта грамота, вот эта победа необходима для того, чтобы они поехали на слет юных инспекторов движения в смену. А сейчас у меня команда, которая взрослая команда, ребятам 14 лет, они едут на тематический слет в Орленок. Вот сейчас, 30 октября, мы едем в Орленок. Те старшие ребятки уже были два раза в Орленке, и девочка одна у меня есть, второе место во всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». То есть Скопин, Рязань, сколько здесь всего команд и что ждет победителей? Здесь собрались представители многих районов нашей области. Всего сегодня приехало 9 команд, 36 детей. Это победители первого онлайн-этапа нашего конкурса, как бы, можно сказать, лучшие знатоки правил дорожного движения в Рязанской области. А что ждет победителей? Куда отправятся победители? Победители ждут, конечно, интересные подарки. И также победители отправятся в следующем году уже на всероссийский конкурс «Безопасное колесо». Внимание! Мы прошли, наверное, самую динамичную станцию сегодня, это фигурное вождение велосипеда. И дальше продвигаемся к двум другим теоретическим станциям «Знаток ПДД» и «Безопасный маршрут в городе». На обоих детям нужно будет применить свои теоретические знания. Касаемо именно специфики правил дорожного движения, они будут решать на компьютерах специальные тесты, в которых, в общем-то, и покажут свои знания. А на безопасном маршруте движения им необходимо будет проложить безопасный маршрут, когда они двигаются в качестве водителя, пешехода и велосипедиста. Так, ребят, смотрите, у нас здесь с вами маршрут. Сейчас вы достанете билет, по которому вы должны дойти от одного объекта на другой объект. Вы велосипедисты, не пешеходы, велосипедисты. А вам сколько лет? Сколько вам лет? Сколько сейчас? Да, да. Реально, вы сейчас едете на велосипеде. Вот кто командир у вас, выбирайте, доставайте билет и читайте вслух, читайте вслух. Берите любой, какой вам? Любой берите. Берите, все хорошо. Читайте вслух. Нет, поверните к нам, читайте вслух. Кажите безопасный маршрут движения от школы до дома. От школы до дома. Смотрите, школа у нас находится здесь. А дом? Дом находится здесь, да. Посовещать, все. Поняли, да? Останавливаемся, смотрим направо, налево, доходим до середины, смотрим направо, переходим. Так, садимся на велосипед, приезжаем чуть-чуть. Опять смотрим? Нет, мы слезаем с велосипедом. Смотрим опять же таки направо, потом налево, доходим до середины, смотрим направо. Так, садимся на велосипед и ездим. Если дети допустят ошибку, какие штрафные санкции будут, если они, допустим, перейдут не по пешеходному переходу и выберут неправильный маршрут? Минус 5 баллов будет. 50 баллов на собщий балл. Минус 5 баллов за каждое нарушение? За каждое, да, в неположенном месте. Если они неправильно перешли пешеходный переход, они же велосипедисты, они должны сойти с велосипеда и объяснить, что мы сошли с велосипеда, потому что мы на пешеходном переходе, а они пешеходы. В компьютерном классе этап под названием знаток ПДД. Как несложно догадаться, здесь ребятам предстоит ответить на 10 вопросов. Каждого из них проверят на знание правил дорожного движения. И это куда сложнее, чем кажется. Часть вопросов из экзамена на получение водительского удостоверения, то есть обычно отвечают на них отнюдь не дети. Так что задача для ребят не самая простая. Команды, конечно, предварительно готовились. Оттого вопросы про те же сигналы регулировщика даются ребятам на удивление легко. А вот нашей съемочной группе, заядлым автолюбителям, наоборот, с трудом. Если с дорожными знаками, правилами проезда перекрестка справляемся на ура, то остальные ответы додумываем логически. Этап этот сдаем наравне с детьми. 10 вопросов, 30 секунд размышления на каждый. Тем более, что в госавтоинспекции пообещали, что водительского удостоверения за неправильные ответы не отберут. Справляемся быстрее положенного. Главное, чтобы спешка на результате не сказалась. Пришла пора отдавать бланк на проверку. Волнительно. О, молодцы, хорошо справились, у вас 9 баллов. А, вот по сравнению с результатами детей, как это, лучше, хуже, так же? У детей получше было. Финал пройдет 20 октября. Это будет этап под названием первая медицинская помощь. Тоже теоретическая часть. И уже по итогам выберут команду, которая отправится на всероссийский турнир «Безопасное колесо». В прошлом году финал проходил в Калуге. Между собой состязались команды из 84 регионов России. Этапов там 6 вместо региональных 4. По крайней мере, в прошлом году. Помимо привычных, добавился автогородок, где ребятам предстояло управлять велосипедом на специально оборудованной площадке. С наличием дорожных знаков, разметки, светофорных объектов, пешеходных переходов, имитации железнодорожного переезда, перекрестков с круговым и Т-образным движением. Плюс творческий конкурс. Стоит отметить, что в финал рязанские команды уже выходили. Однако призовые медали пока не получали. Остается надеяться, что в этом году ситуация может измениться в лучшую сторону. Это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь. Дальше будет еще интереснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова